Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. И начнем с одной из важных тем сегодняшнего дня. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прибыл в наш город-курорт Анапа, где накануне произошло возгорание в детском лагере Витязева. Глава региона осмотрел территорию поврежденного учреждения и посетил здравницы, куда перевезли ребят. На итоговом краевом селекторе он подчеркнул, что трагедии удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям всех служб города. Некоторые СМИ поторопились написать о сгоревшем лагере. На самом деле возгорание произошло в одном из пяти корпусов базы отдыха Витязева. Несмотря на происшествия, учреждение продолжает работать в штатном режиме. И губернатору понравилось, как четко и слаженно сработали в нештатной ситуации. Спасибо за ночную саженную работу. Детей, переселенных из разрушенного огнем корпуса, разместили в пионерских лагерях «Олимпиец» и «Счастливое детство». Вениамин Кондратьев отметил эту оперативность, настоящую человеческую заботу о детях, условия, созданные для ребят. Всех их обеспечили не только местами для проживания на те два дня, что остались до конца смены, но и новенькой одеждой, средствами гигиены, новыми телефонами взамен утраченных в пожаре. Кстати, пожарные уже сделали первые выводы. Из-за некачественной телефонной зарядки и произошло возгорание. Глава региона провел в Анапе заседание оперативного штаба ПЧС в Краснодарском крае. В совещании участвовали вице-губернаторы, руководители муниципалитетов, представители МЧС и правоохранительных органов края. И губернатор особо подчеркнул, что трагедии в Анапе избежали из-за слаженных действий всех служб. Обучен был персонал, сработала пожарная сигнализация. Все службы сработали слаженно. Это и администрация города Анапы, и пожарная служба. Нету человеческих жертв и нету трагедии. Конечно, края окажет детям помощь. Нам очень важно, чтобы, как я уже сказал, дети отсюда уехали с хорошим, таким, на самом деле, летним радостным настроением. И к другим темам. В Анапе открылся новый городской рынок. Сельскохозяйственная ярмарка «Западная» станет настоящим конкурентом для всех существующих муниципальных рынков города. Как рассказали организаторы проекта, аналогов новому объекту нет. Обо всех ноу-хау в сюжете. Открытие ярмарки «Западная» с нетерпением ждали как организаторы проекта, так и жители всех близлежащих населенных пунктов. Теперь нет необходимости стоять в многочасовых пробках, чтобы попасть на другие рынки Анапы. Когда же все-таки откроется? Все ждали, ждали, наконец-то дождались. Потому что неудобно на восточный рынок ездить. Там, конечно, хороший рынок, но здесь удобно. Здесь подъезды хорошие. И вообще-то место хорошее выбрали. Новый рынок расположился сразу за автомобильным кольцом на территории поселка Чембурка. Развитая инфраструктура, удобные подъездные пути, отсутствие пробок – это только часть преимуществ торгового комплекса. Организаторы проекта – местные жители, которые лично знают, с какими трудностями приходится сталкиваться потребителям. Оптовый рынок был необходим Анапе, это было понятно с самого начала. Здесь будет самая дешевая продукция, которую мы предполагаем. Мы заберем с города все, что возможно. Птицу, мясо у нас будет самое дешевое, сельхозпродукты самые дешевые. Оптовые фуры будут приезжать и будут разгружаться. Полностью социально-культурную сферу мы закроем. Общественный транспорт, который регулярно ходит в районе ярмарки, сделает рынок доступным для жителей и гостей города. Первые покупатели уже по достоинству оценили комфорт и ценообразование нового торгового центра. И очень довольна, что у нас открылся такой рынок. Он помогает старикам, молодежи сократить время. Понимаете, пришел, купил. Вот я сейчас пришла с моря, купила фруктов. Очень довольна, очень приятно. Спасибо всем, кто организовал этот рынок. Представители малого бизнеса, которые первыми воспользовались предложением принять участие в работе, тоже не скрывают эмоций. Условия для торговли идеальные. Пасечник Николай Свечников уже более 30 лет занимается продуктами пчеловодства. Но только сейчас нашел постоянное торговое место. Удобно. Есть место. Приехал, выставил свою продукцию, поторговал. Реализация, я думаю, здесь будет хорошая. Проходимость должна хорошая быть. Рядом трасса, автобусная остановка рядом. Вот я думал, что рынок будет работать в полную мощь. Ну, конечно, надо время какое-то, чтобы больше рекламы сделать, чтобы люди оповестить, где рынок находится. Люди будут знать и будут ездить. Я думаю, перспектива есть у этого рынка. Мнение Николая Свечникова разделяют и другие представители малого бизнеса. В нынешней экономической ситуации такие условия – это настоящий подарок. Дело очень хорошее здесь. Они организовали. Очень хорошее. Во-первых, подальше от города. Сюда приезжая, здесь пробок нет. Место заасфальтировано. Навесы, пожалуйста. Все для того, лишь бы только человек торговал. И цены у них пока на данный момент, ребята-то деньги не берут. Как отмечает руководство, объект был подготовлен в кратчайшие сроки. Огромную помощь в организации и оформлении документов оказала администрация муниципального образования. Я хотел поблагодарить администрацию. Пошла, честно сказать, на выручку. Дала сразу практически все документы. Подписали, увидев наш проект, который мы им предложили, показали. Они сказали, это городу нужно. Руководство ярмарки «Западная» расширяет сферу продаж и ассортимент рынка. Уже завершено строительство и оборудование мясного павильона. Начался монтаж складских помещений. Завершено благоустройство парковки для автомобилей. Мы планируем, чтобы наш рынок все-таки отличался от всех других. Мы не так тянемся за деньгами, как хотим, чтобы социальная сфера и просто простые граждане приезжали и получали все самое лучшее и все самое свежее. Администрация рынка приглашает к сотрудничеству предпринимателей большого и малого бизнеса. Также выделены торговые места для людей с низким социальным доходом. По планам организаторов, рынок будет функционировать не только круглогодично, но и круглосуточно. Поэтому совсем скоро у жителей и гостей города-курорта Анапа появится возможность приобрести свежие кубанские продукты в любое время суток. Учащиеся кадетской школы имени Старшинова заняли второе место на соревнованиях юноармейцев, которые проходили на полигоне Раевский под Новороссийском. Ребята соревновались в беге на выносливость, а также сугубо в военных дисциплинах. Этот ящик весит более 40 килограммов. Столько же, сколько такой же с боеприпасами. Здесь же метание гранат на дальности, точность сборка, разборка автоматов. Соревнуются ребята-старшеклассники, участники патриотического молодежного движения. Роман Кузьменко учится в кадетской школе имени Старшинова, которая находится в поселке Пятихатки. Говорит, что умеет практически все, а такие соревнования, помимо поднятия духа, сплачивает коллектив. Мы всегда были готовы. Нам позвонили, сказали, нужна команда. И мы собрались и потренировались несколько дней. И поняли, что мы как команда сработаемся и приехали сюда выступать. Как рассказал директор кадетской школы Сергей Житков, сегодня стоит задача готовить ребят к поступлению в высшие военные учебные заведения. Подобные соревнования этому очень способствуют. Их организовали ДСАА при поддержке Российского министерства обороны. На десантный полигон Раевский приехали 8 команд со всей Кубани. Мне приятно, что данные мероприятия проходят на полигоне Раевском, в связи с тем, что и десантник, это первое. Мне приятно, что данные мероприятия проходят в день Олимпийских игр, где мы уже имеем золотые медали. Хоть и пытались нас поломать всеми правдами и неправдами, но наши олимпийцы выступают. Так и здесь мы сегодня должны показать хорошие результаты. Борьба на полигоне развернулась нешуточная. Из-за протеста соперникам анапчанам даже пришлось еще раз пробежать эстафету. После того, как они повторили свой результат, претензии сняли. В итоге второе место. Первое заняли хозяева турнира – юные ДСААФовцы. В кадетской школе говорят, что участие во всех спортивных и военно-спортивных состязаниях – принципиальная позиция, как руководство, так и самих ребят. Открытый турнир по художественной гимнастике «Морские звездочки» проходит в Анапе на базе детско-юношеско-спортивной школы номер 10. Организатор – региональный центр развития видов гимнастики. В турнире принимают участие более 200 спортсменок из Москвы, Ростова, Краснодарского и Ставропольского краев, Мурманска, Казахстана и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Главный судья всероссийской категории Татьяна Фирсова отмечает, что этот вид спорта набирает все большую популярность. В спортивные секции родители приводят своих детей уже в возрасте 4 лет, поэтому борьба за первые места весьма серьезная. Почетными гостями соревнований стали двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и абсолютная чемпионка юношеских олимпийских игр Александра Меркулова. По итогам первого дня на Пчанке уже заняли ряд первых мест в групповых выступлениях. Турнир начался, турнир состоялся, конечно, завтра второй день, и что все пока идет очень хорошо, удачно. Гимнастки сегодня, самые юные наши малышки, уже выполнили свою программу и были награждены даже. Завтра будут уже соревноваться, сегодня вернее, завтра будут соревноваться старшие. Завтра в России будет отмечаться День физкультурника. Она помасштабно, ярко и весело отметит этот праздник. А уже сегодня на летних дворовых площадках прошли спортивные эстафеты под девизом «Здоровым быть модным». Ранним утром на спортивной площадке по улице Ленина собралось шесть дворовых команд. Все ребята проживают в этом микрорайоне. Организаторами состязаний выступили городское управление по физической культуре и спорту совместно с управлением по делам молодежи. Участников ждали веселые старты и тренировки с профессиональными тренерами. Ловкость, сила и взаимовыручка по-настоящему объединили участников, которые изо всех сил старались принести победу своей команде. По словам ребят, такие яркие моменты летних каникул запоминаются надолго. Мероприятие ко дню физкультурника продолжится завтра. Турниры и показательные выступления спортшкола хватят и центральные городские площадки, и все сельские округа. На центральном пляже в районе устья реки Анапки с 8 утра начнутся соревнования по пляжному волейболу. В 10 часов на театральной площади стартует региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2016». Целый цикл турниров пройдет в 10.30 на улице Горького. Все желающие смогут сразиться в дартс, бадбинтон и настольный теннис. Лучших наградят памятными призами. В это же время в сквере имени Гудовича на территории скейт-парка будут организованы соревнования по силовым видам спорта. В 17.00 на театральной площади всех желающих протестируют на выполнение комплекса ГТО. Лучших также поощрят призами. На стадионе «Спартак» также в 17 часов всех ценителей футбола ждет матч между командами ветеранов Анапы и Геленджика. Кульминацией праздника станет подведение итогов Дня физкультурников в 19.00 на театральной площади. Здесь наградят лучших спортсменов Анапы и состоится розыгрыш лотерейных билетов, которые можно получить, участвуя в соревнованиях. Подробный план празднования Дня физкультурников в Анапе вы можете найти на нашем сайте. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова